Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Морю выгодны и с комфортом новые маршруты и новые льготы для потенциальных отдыхающих. Дороги быть. Сергей Сергеев день личного приема граждан выехал по обращению жителей станицы Анапской. На улице Октябрьской мэр Анапы и станичники обсудили перспективу асфальтирования дороги. Георгий Калищук – местный житель и двигатель прогресса на улице Октябрьской. Собрал на небольшой сход соседей, ждут мэра. Сергей Сергеев выехал в Анапскую сразу же после приема граждан. В чем просьба, знает. Но людям важно лично рассказать Сергееву о своих чаяниях. Тротуаров невозможно сделать, потому что машины. По осени лужи, ямы. Машины едут, брызги. Ходить невозможно. Просто пыль летом. Мы сюда подсыпаем, вот нам подсыпали, все это превращается в труху. Мы просим сделать нам один раз покрытие. Люди уверены, мэр приехал, значит их вопрос двинется с мертвой точки. Обещать впустую нельзя, говорит Сергеев. Надо быть реалистами. Десятки лет сельские дороги не то, что асфальта, грейдера и щебня не видели. Последние годы все чаще дорожная техника шумит в станицах и хуторах. Мы за последние три года вложили 200 с лишним миллионов в асфальт в Анапе. Да, на Октябрьской мы не положили. Но я же не фокусник, я же их не беру с неба, эти деньги. Если я делаю, обещаю, то я делаю. Понимаете? Я вам сказал, вы правду от меня хотите услышать? Для того, чтобы здесь положить асфальт, надо выделить средства на проектирование. Правильно? Проект надо сделать сначала. Мы тоже все понимаем, и мы вас понимаем. Но давайте хотя бы начнем с плана. Хотя бы с плана. Нет, давайте тогда не за асфальт завтра, а с проекта и в план. Хотя бы мы будем понимать. Вот мэр нам пообещал, пускай 20-й год, но мы будем понимать, что 20-й год мэр сказал, нас в план внесли. Спасибо за это. Мэр нам пообещал ответить нам письмом и реально скажет, да, мы вашу вот эту улицу, такую вот, вот такую-то, с такими-то людьми, вносим вот в такой-то год. И мы будем знать об этом, что нас внесли. Мы будем ходить и контролировать это дело. Мэр взял на контроль дорожный вопрос на Октябрьской. Это дело не одного месяца, но анапчане встречей довольны. Поговорили по-мужски об объективных трудностях этого года и умении не требовать, а искать компромисс. И мы возвращаемся к теме незаконной торговли алкогольной продукции. Ряд торговых точек, которые были закрыты во время проведения пятничного рейда, продолжили свою работу вечером этого же дня. Об этом наши телекомпании сообщили активисты. Напомним, в конце минувшей недели сотрудники городской администрации совместно с общественниками провели рейд по точкам, где торгуют спиртным без лицензии. Ранее они уже попадали в поле зрения активистов, а муниципальные власти по данным фактам обращались в правоохранительные органы. Из четырех проверенных объектов три оказались закрыты, а хозяин еще одного магазина, где продукция уже изымалась, рассказал полицейским, что возобновил торговлю из-за тяжелого материального положения. К вечеру пятницы открылись и те три точки, которые еще днем стояли на замке, о чем свидетельствует наша видеозапись. Мы просим считать наш сюжет официальным обращением в отдел МВД России по городу Анапа и просим ответить на вопрос, почему торговцы суррогатом продолжают свое черное дело. Работа по благоустройству Анапы продолжается. Промежуточным итогом всекубанского двухмесячника по благоустройству территории было посвящено совещание под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, который тот провел в режиме видеоконференции. По окончанию селектора задачу для его анапских участников поставил глава курорта Сергей Сергеев. В настоящий момент идет масштабная подготовка ко всекубанскому субботнику, который состоится 16 апреля. В период до 25 марта по краю высажено 10 тысяч деревьев, более 14 тысяч кустарников, свыше 30 тысяч квадратных метров цветников и засеяно почти 55 тысяч квадратных метров газонов. Кроме того, от мусора уже очищено почти 4 миллиона квадратных метров парков, скверов и кладбищ, ликвидировано 2240 стихийных свалок. Значительная часть работ по наведению санитарного порядка во многих районах края сейчас проводится силами коммунальных служб. Задача глав муниципалитетов, подчеркнул глава региона, организовать жителей для активного участия во всекубанском двухмесячнике. Субботник не должен быть бременем отработки, он должен стать праздником, чтобы вышли и навели порядок, не потому что всем разнарядку дали, а чтобы в городах и станицах, в которых сами живем, было чисто, аккуратно, как всегда было на Кубани, акцентировал Вениамин Кондратьев. Только в Анапе с 1 по 2 апреля посажено 653 дерева и 163 кустарника, 996 квадратных метров цветников, ликвидировано 73 стихийные свалки, засеяно 41 530 квадратных метров газона, побелено свыше 1700 деревьев. Однако останавливаться на достигнутых результатах готовящийся к сезону курорт не намерен. Глава Анапы Сергей Сергеев поручил в кратчайшие сроки провести ревизию по закреплению городских и сельских улиц за чиновниками и руководителями предприятий. «Необходимо проверять все – наличие исправного освещения, отсутствие ям на дорогах, обрезку деревьев, покраску, инженерные конструкции, отсутствие провисания проводов», отметил Сергей Павлович. «Тот, кто закреплен за территорией, должен нести за нее ответственность в полной мере, и этим надо заниматься ежедневно». Также он выразил убежденность, что каждый руководитель управления и отдела должен знать всех руководителей домовых и квартальных комитетов на своей улице, чтобы взаимодействие населения и власти было наиболее оперативным и эффективным. Анапы готовятся к курортному сезону. По всему городу коммунальные службы высаживают цветы и деревья, анапчане выходят на субботники. Теперь очередь дошла и до бордюров вдоль наших дорог. «По программе подготовки города к курортному сезону, к майским праздникам, МКУ «Ремстрой» проводит работы. Это мы вышли по программе на покраску дорожных бордюров, привести их в надлежащее состояние. Это зачистка их и покраска. С частичной, где эти бордюры повреждены, замены. Будем, во-первых, делать курортную зону, это улица Крым, то есть въездные гостевые трассы, так можно сказать. Это Красноармейская, Крымская, Ленина, Шевченко, Астраханская, Самбурово. И потом пойдем дальше внутрь города. Более трех десятков жителей станицы Гостогаевская, среди которых ветераны труда, активисты территориального общественного самоуправления, сотрудники городской администрации и просто неравнодушные люди вышли на субботник в рощу, которая находится на въезде в станицу. Участники занимались побелкой стволов деревьев, а также другими сезонными работами. Роща из более чем трехсот деревьев появилась по инициативе предыдущего главы Николая Баюра. Сейчас он на пенсии и избран руководителем одного из тосов. Здесь растут ясени, клены и акации. Организаторы говорят, что за два с половиной часа успели сделать все, что было запланировано, несмотря на дождь. Мы уже привыкли сельские жители, нам это не затрудняет поработать. Для блага нашего города, города-курорт Анапы, для нашего Гостогаевского сельского округа и вообще города воинской славы. Мы шерстуем, конечно, уже постоянно. Здесь это наш участок, уже многие года мы его обрабатываем. Сейчас вот подойдет зелень, мы скосим все это, и у нас это лицо станицы Гостогаевской. Как же не ухаживать нам, уже труженикам, заслуженным пенсионерам, как же не ухаживать и не показать прекрасное наше лицо нашего Гостогая. Детский сад в селе Цибанабалка сегодня празднует круглую дату – 40 лет со дня его образования. Поздравить заведение с праздником пришли выпускники, бывшие сотрудники и представители администрации города. Юбилей. Вы знаете, только вдумывайся, четыре десятилетия. Это уже сегодня входят дети, тех детей, первых детей, которые ходили сюда в садик. Это действительно уже с пленой произошло поколение. В этот день я хочу от имени главы города курорта Анапа, от Сергея Павловича Сергеева, от себя лично поздравить, трудовой коллектив и всех выпускников нашего детского садика вот с этим торжественным днем. Так началась череда поздравлений в адрес работников детского садика. А их было немало, и каждый желал всем счастья и успехов в дальнейшей деятельности. Общий праздник разбавили своим выступлением и бывшие выпускники этих стен, а сейчас ученики местной школы. И как прозвучало в одном из поздравлений, если посчитать, сколько за эти 40 лет детский садик выпустил детей, то получится около 11 тысяч человек. Но заведующая детским садом Жанна Сорокина говорит, что эта дата не предел, и впереди еще много работы. За последние годы мы, конечно, естественно, обновляется материально-техническая база. Делаются ремонты, выделяют нам деньги депутаты, и краевой бюджет, и местный бюджет. Сергей Павлович нам выделил очень много средств в прошлом году. Потихоньку жизнь движется вперед, улучшаем условия детского сада, проживание здесь, пребывание здесь детей. Конечно, как руководителю хочется больше и больше. Это, наверное, та самая тема, про которую можно говорить, не останавливаясь, как и в любом другом заведении. Хочется, конечно, оснастить лучше материально-техническую базу, какие-то новшества уже для детей, для воспитания, для развития детей. Ну, это уже в порядке, так скажем, нашего плана. Как водится, ни один день рождения не обходится без подарков. Каждое поздравление тоже было подкреплено материально. Грамоты, благодарности, а также два кулера для воды и новое ковровое покрытие в музыкальный зал. Все это в знак признания заслуг сотрудников учреждения в воспитании нашего молодого поколения. С конца апреля из Ставрополя можно будет улететь в Анапу на небольшом двухмоторном самолете. Рейс будет выполнять компания Оренбуржья на самолете LED L410, который вмещает до 19 пассажиров. В ближайшее время российский авиаперевозчик официально представит расписание на новые авиарейсы, после чего в продажу будут запущены и авиабилеты, стоимость которых, как предполагается, будет минимальной. В компании базы Лайера, которая управляет Анапским аэропортом, рассказали, что в настоящий момент идет согласование времени и частоты рейсов. Летние льготы на билеты РЖД начали действовать с сегодняшнего дня для школьников. Пока льготные тарифы открыты на те маршруты, по которым продажи начинаются за 60 дней. С 18 апреля и через интернет можно будет оформить проезд со скидкой. Им смогут воспользоваться более 2 миллионов детей. Напомним, ранее скидка в 50% для детей до 17 лет действовала только с 1 сентября по 31 мая. Решение установить круглогодичные льготные тарифы на железнодорожные перевозки для школьников позволит поддержать семьи и поможет многим провести летний отдых на российских курортах. По показателям последних 5 лет, Кубань входит в тройку лидеров страны по строительству жилья. Но приобрести новую квартиру для многих – непосильная задача, даже в ипотеку. В качестве решения государство запустило программу «Жилье для российской семьи», которая позволит купить квартиру эконом-класса на 20% дешевле. Программа действует в 70 регионах нашей страны. Федеральный бюджет возмещает застройщикам часть затрат на инфраструктуру, а компании, в свою очередь, обязуются продавать жилье на 20% дешевле средней рыночной стоимости по региону. До «Анапы» программа еще не дошла, но на территории Кубани уже зарегистрировано 9 строительных проектов, участвующих в госпрограмме. Всю информацию вы можете найти на сайте, либо по телефону, указанному на экране. 5 апреля телерадиокомпания «Анапа-регион» открывает голосование в конкурсе «Мгновение детства». Для участия в течение марта необходимо было прислать свою работу, фотопортрет или забавную фотографию ребенка на электронную почту. Завтра все работы будут размещены в нашей официальной группе ВКонтакте. Оценивать присланные работы смогут подписчики группы путем голосования. Стартует оно в 12 часов и продлится до 19 апреля включительно. 20 апреля мы подведем итоги конкурса. Победители ждут ценные призы и дипломы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...